В эфире Нарвское время. Всего Нарвия и Нарвитянах. Добрый день. Добрый день. Сегодня у нас в гостях мэр города Нарва Тарматамисты. В этом году вы идете на выборы в Ригикогу. Скажите, какие проблемы в Эстонии, на ваш взгляд, являются самыми важными? И чем вы могли бы заняться, будучи в Ригикогу? Ну, я считаю, что самая важная проблема, с чем надо заниматься и с чем нужно пороться, это безработица. Потому что уровень безработицы стоит очень высоко. Уже не первый год очень много появилось людей, которые без работы длительное время. А мы прекрасно понимаем, что если человек, скажем, в течение года не нашел работу, так сказать, с магнурной рукой, он уже не хочет даже работать, если еще какое-то время проходит. Человек приспосабливается. У нас есть система социального обеспечения, всяких социальных пособий. И хотя они маленькие, но человек приспосабливается. И начинается то, что когда появятся рабочие места, даже люди не хотят идти. Потому что, а что туда идти, да, значит, вот я тут полежу, может быть, и в Ивангород сбегаю, там, принесу, что надо, продам. Я столько же буду получать, если я там буду, там, от восьми до пяти каждый день, там, работать. Вот, чтобы этого не случилось, этим вопросом очень, больше всего нужно заниматься. Плюс еще все основные проблемы именно вырастают из вопроса безработицы. Это то, что нет уверенности, что будет завтра, послезавтра. Нету достаточно средств для проживания. Это значит, нет возможности что-то себе позволить, что-то позволить своим детям. Начинается, так сказать, ну, такое чувство, что ты никому не нужен. И человек уже перестанет быть активным членом общества. То есть это самый главный вопрос. Второе, о чем я бы хотел говорить, это тоже очень много идут разговоры о том, что надо лучше пользоваться европейские деньги. Это говорится уже сколько лет, я даже не знаю, сколько лет уже. Но почему-то ничего не делается, потому что, когда год заканчивается, делается отчет, опять получается, что 70-80% мы денег отдаем обратно, потому что мы не сумели это использовать. Это огромные суммы, огромные просто суммы. Я один раз спрашивал, связанно с одним проектом, что почему так, что вот примерно 20% из денег будет израсходовано, а остальное уходит обратно. Мне сказали, что 20% это даже очень хорошо, обычно 10%, что меня еще больше удивило. Я так-то спрашиваю, а в чем вопрос? Или нет достойных проектов, или же какие-то другие проблемы? Мне сказали, да, нет достойных проектов. Тогда опять вопрос, значит, если у нас только такое малое количество достойных проектов, тогда давайте тогда на 100% финансировать эти достойные проекты, чтобы те, которые хорошо работали, не должны были бы встратить вообще свои средства. Ответ был такой, что это не соответствует хорошим традициям Европы. Ну, то есть, лозунг всегда найдется, за которого спрятаться. Но часто, конечно, вопрос не в том, что там традиции надо соблюдать, а вопрос в том, что те высокопоставленные чиновники, которые должны разрабатывать правила, как раздавать эти деньги, как ввести какие-то критерии, они не сумеют это делать правильным сроком. Это стало нормальной практикой, что когда объявляется подача заявок в фонды, то срок рассматривания проектов передвигается 3-4 раза. То есть, это тоже ненормально. И почему-то еще в течение этого времени меняются условия, и условия меняются, как ни удивительно, именно в сторону, что надо меньше поработать. То есть, остается чувство, что, наверное, кто-то из своих не смогли написать так, как надо. Поэтому продлили срок и бланку снизили немножко. Я считаю, вот это две такие вопросы, которые очень важны. И третье, естественно, нужно делать то, чтобы снова местное самоуправление начали получать как меньшей мере тот процент из подоходного налога, который был до 2009 года, потому что это огромная сумма, которую просто отобрали. Но за это время очень много прибавили разных обязательств местным самоуправлениям без денег. Хотя это нарушение Конституции. Там четко написано, что можно добавить обязанности, но это можно делать только выделяя для этого и средства. У нас все получается наоборот. Обязанности есть, средств нет. Поэтому и проблема, что не можем отремонтировать садики, школы и другие объекты культуры, образования так, как захотелось. И, естественно, надо заняться вопросом ремонта дорог, потому что Нарва один из самых таких серьезных и лучших образцов того, что через наш город идет огромный поток тяжелого транспорта, транзита. Это едут по нашим улицам, улицы разрушаются. И когда мы обращаемся к вопросам министерства, что просим вас выделить дополнительную сумму, ответ получаем, а вам же выделили. Но выделили, да, это выделили в обычном порядке. Но я думаю, что тут надо будет посмотреть, какова ситуация на самом деле. Мы ремонтируем город, по которому едет транспорт, доходы от транзита, они же идут в государственную казну. А транзит у нас и экспорт объявлены чуть ли не первостепенной важностью отраслями экономики. То есть считаю, что этот вопрос тоже надо будет пересмотреть. Ну что ж, спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин